Установку для уничтожения медицинских масок разработали новосибирские ученые. Использованные средства индивидуальной защиты сейчас просто выбрасывают, а их можно превратить в полезный газ и использовать, например, для отопления домов. Как работает установка и есть ли перспективы ее внедрения в Новосибирске, узнал Александр Сульдин. Погружаем упакованные медицинские маски в шлюзовую камеру. Маски с микробами в установке нагреют до полутора тысяч градусов. Без доступа воздуха не только зараза испаряется, но и сами средства защиты превращаются в горку безвредных темных камешков. Здесь можно переработать 20 килограммов в час 6 тысяч масок. Средства защиты рассчитаны всего на три часа использования. За день только в Новосибирске из них получается мини-свалка. Маски это практически делают из того же полиэтилена. Там чуть-чуть другая составляющая. Соответственно, они разлагаются очень долго, вплоть до 100 лет и более. Соответственно, если так дальше будет продолжаться, то это будет беда, как с полиэтиленовыми пакетами. А в этой установке из отходов получают газ. Его резко охлаждают. Вредные вещества там не успевают образовываться. Получается чистейшее топливо. Выхлоп при сгорании и практически теплый воздух. Таким горючим можно нагревать воду в котельной или применять его на электростанции. Таким образом, можно перерабатывать практически любой мусор, даже пластик, уничтожение которого актуальнейшая проблема. Можно сказать, что данная технология действительно является оптимальной для уничтожения различных отходов, в том числе и медицинских отходов. Это экспериментальная установка. На создание опытно-промышленной нужно 60 миллионов рублей. Технологии уже заинтересовались за рубежом. У нас есть международные патенты. У нас есть, собственно говоря, и российские патенты. И есть запрос на эту технологию от наших китайских коллег. Огромный интерес проявляли малайзийские компании, которые хотели бы производить электроэнергию из отходов соломы, растительного сырья. Однако потенциальным зарубежным партнерам нужны чертежи установки и готовая технология. Производить такую технику они намерены сами. Новосибирские же ученые хотят, чтобы оборудование делали именно в России и продавали за рубеж. Александр Сульдин, Дмитрий Кабанов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.